Викторовна, добрый день, коллеги! Если можно, огонёчком, вот вижу уже огонёчки в чат, если всё видно, слышно, плюсики можно не ставить, чтобы чат не засорять. Спасибо огромное! Вижу, что у нас сегодня большая география зашла в чат участников, и вот, честно, чуть-чуть напряглась даже у нас в аудитории, в нашей сегодня больше 300 человек на начало вебинара. Но постараюсь оправдать ваши ожидания от вебинара. Хотя сегодняшний вебинар я пытаюсь вам сделать как введение финансовую грамотность в образовательном процессе. И для тех, кто смотрел наши вебинары уже весь прошлый год и позапрошлый год, может быть, вот Америку не открою. Но я постаралась со всеми обновлениями, которые произошли в наших нормативных актах, со всеми обновлениями, которые, вот я вижу, сегодня много, не только у нас педагогов дошкольного образования, но учителей и педагогов колледжей очень много в аудитории. Поэтому постараюсь такой общий обзор сделать. Кратко о себе не очень люблю, но я думаю, те, кто уже слушал вебинары, вы знаете, вы всегда сможете посмотреть в презентации и присоединиться к нашим проектам по финансовой грамотности для педагогов и родителей. Я в конце вебинара сброшу ссылочки в чат. Это группа ВКонтакте «Финансовая грамотность для педагогов и родителей» и группа в Фейсбуке. А также есть образовательный канал «Финансовый букварик» на Яндекс.Дзен. Ну, постепенно он заполняется. А я хочу, как всегда, начать, тем более, что мы говорим о методическом подходе к финансовой грамотности, хочу начать с нормативных документов. Ну, и мы с вами, педагоги, мы все знаем, что любая образовательная деятельность в нашей стране регулируется законом об образовании. И редакция этого закона, заметите, да, что были изменения в июле этого года, постоянно вносятся изменения в закон. Поэтому самые последние вообще изменения во все нормативные акты можно всегда отследить в справочно-правовых системах. Это «Консультант Плюс» или «Гарант». Они доступны в онлайн-режиме, в бесплатной версии, практически круглосуточно. Кроме этого, мы знаем, что у нас есть государственная программа развития образования, есть паспорт национального проекта образования по различным направлениям. Это финансируемая программа. Вы знаете, ваши школы, дошкольные учреждения, колледжи. Я думаю, что в этой программе участвуют по разным направлениям. Переходя к финансовой грамотности. Финансовая грамотность в нашей стране, это не сегодня появилось. И то, что у нас в ГОС, вот видите, да, я в шестом пункте федеральные государственные образовательные стандарты не стала расписывать, но они по всем уровням образования. И летом принят, да, вступил в силу в ГОС для школьного образования всех уровней. И, ну, вот почему-то новость, да, что для многих стало, что мы начинаем изучать финансовую грамотность в школе. Но сегодня мы чуть-чуть опровергнем это, такое утверждение, что финансовая грамотность в нашей стране во всех уровнях образования уже очень давно изучается. И на статистике, кто скачал презентацию, вы это уже видите, но я покажу немножко позже, что даже есть уже статистика по всем уровням образования. Кроме того, на что ориентируется педагог? Конечно, кроме в ГОС, где прописаны все основные требования и компетенции, у нас есть для образовательных учреждениях примерные образовательные программы, ОП, так называемые, да, и каждое образовательное учреждение разрабатывает свою образовательную программу. И последний уровень, да, на который уже спускается, на который ориентируется, это каждый педагог разрабатывает свою рабочую программу. Ну и пока педагоги, ориентируясь на эти нормативные акты, в принципе могут самостоятельно принимать решения, как они будут реализовывать программы финансовой грамотности. Ну, кроме тех педагогов, которые мы говорим об в ГОСе, где уже отдельные разделы финансовой грамотности включены в дисциплины. На уровне высшего образования тоже у нас есть изменения. Это изменения, связанные с универсальной компетенцией образования. Я просто не успела отследить всех, кто сегодня к нам присоединился. Есть ли у нас здесь педагоги высшего образования из организации? Ну, позже немножко тоже об этом скажу. То есть я сегодня попыталась, ну, такой сквозной провести обзор финансовой грамотности по всем уровням. И обратите внимание, вот сегодня подключила и даже загрузила документ. Ну, единственное, в конце вебинара я там не успела дать разрешение для скачивания, что у нас с 2018 года Министерство просвещения утвердило формы наблюдения, сведения по образовательным программам, которые подают школы и организации среднего профессионального образования. И вот по ним как раз-таки есть статистика уже, то есть можно проанализировать. Ну, и давайте перейдем к понятию, что же такое финансовая грамотность. Я не сказала у нас исторически, да, у нас с 2011 по 2020 год в России реализовывался проект развития финансовой грамотности Минфином. И в рамках этого проекта, как раз-таки результатами этого проекта и было внедрение финансовой грамотности во все уровни образования, что мы сейчас с вами наблюдаем. А также разработка стратегии развития финансовой грамотности, которая была утверждена в 2017 году и реализуется по 2023 год. И в сентябре, если брать вот о глобальных таких еще стратегиях, у нас принято Банком России утверждена стратегия развития финансового рынка до 2030 года. И уже финансовое просвещение и защита прав потребителей в рамках этой стратегии тоже рассматривается. То есть будет внедряться, хотя сейчас и Банк России, и коммерческие банки, и Минфин реализуют в различных проектах. Сегодня мы на это посмотрим. Что же такое финансовая грамотность в целом и зачем она нам нужна? Ну, я хотела бы начать с конца этого определения, то есть достижения финансового благосостояния. Вот финансовым благосостоянием интересуемся не только мы с вами, как граждане любой страны мира в принципе, но и любое государство заинтересовано в том, чтобы повышать благосостояние граждан. Если мы знаем основы экономики, то благосостояние выражается в покупательной способности. А говоря о покупательной способности, мы говорим о том, что чем больше спрос, тем больше будет предложения товаров, соответственно, больше будет валовый, ну скажем так, внутренний продукт или валовый национальный продукт, который тоже складывается из доходов, ну который формирует в целом уже общее благосостояние страны. И по нему оценивается именно уровень развития страны, экономики страны. Поэтому, чтобы достигать финансового благосостояния, тем более сегодня в условиях цифровых технологий, цифровых финансовых технологий, которые усиленно развиваются, и мы с вами уже, ну практически в кармане, да, я недавно пост делала в своей группе, практически в кармане, что мы с вами носим смартфона. В смартфоне у нас уже и банки, и госуслуги, и пенсионные фонды, и все вместе. Поэтому, конечно, нам нужно обладать финансовыми знаниями. И самое главное, кроме знаний, это умение и навыки работы с финансовой информацией, и умение использовать эту информацию для принятия грамотных финансовых решений. Ну вот так в целом финансовая грамотность. И чем же измеряется финансовая грамотность? Говоря об истории развития, нельзя не сказать о том, на чем вообще базируется образование и основы финансовой грамотности, откуда берутся истоки. Есть международная организация, в которую входят сейчас порядка 37 участников. Россия сотрудничает с организацией. Это организация экономического сотрудничества и развития, которая является таким столпом, то есть основателем вообще проектов по обучению финансовой грамотности. Я думаю, школьные учителя знают. Один из проектов этой организации – это международное исследование качества образования школьников именно по функциональной грамотности ПИСа, которое как раз-таки исследует уровень всех видов грамотности, в том числе и функциональной финансовой грамотности. Так вот, этой организацией разработана методика оценки финансовой грамотности, так называемый индекс финансовой грамотности. И шкала индекса, смотрите, включает знания, навыки, установки, ну и в итоге, зная уже наши эти зуны, так как мы их многие сокращают, то есть мы приходим к чему? К тому, что мы овладеваем компетенциями. Россия, если сравнивать финансовую грамотность населения в странах, включающих, входящих в организацию экономического развития и сотрудничества, а это в основном европейские страны, то Россия занимает здесь девятое место. Но обратите внимание, что по знаниям и навыкам мы с вами в целом, в среднем занимаем девятое место, но установки у нас, если брать по баллам, установки это имеется в виду умение использовать в своей жизни вот те знания и навыки, которым мы учимся, то у нас это отстает. И в исследовании, международном исследовании ПИЗа, школьников 15-18 лет, тоже есть проседания именно по умению ориентироваться в обычных ежедневных, скажем так, финансовых ситуациях. Кроме международного индекса финансовой грамотности, разработана методика в 2017 году, российская методика, то есть оценка российского индекса финансовой грамотности. Ну и здесь я привела динамику, ссылки все рабочие, вы потом сможете более подробно это исследование изучить. Так вот, измерение за три года показало, что все-таки увеличивается доля граждан, которые осознанно относятся к своему финансовому состоянию, ну или так называемое финансовое состояние домохозяйств. Если вы слышали из международной практики, к нам пришло такое понятие, как домохозяйство, то есть каждая семья – это отдельное домохозяйство. Так вот, основное, посмотрите, обратите внимание, с 2017 годом у нас произошли сдвиги глобальные, то есть доля людей, доля семей, которые имеют подушку финансовой безопасности. А что это за подушка такая, кто знает. Ну то есть у нас в России есть такое понятие «на черный день», то есть деньги на черный день, или вот как бы какие-то сбережения. Это называется в мировой практике, ну и в нашей российской уже теперь подушка финансовой безопасности, которая формируется, ну, минимум в размере ваших расходов, вашей семьи или ваших личных расходов, если у вас пока нет семьи в размере ежемесячных расходов. Но эта подушка должна минимум на 3-12 месяцев покрывать ваши расходы на случай различных обстоятельств. Ну, например, потери работы, либо вы просто соберетесь уйти в отпуск там без содержания по различным обстоятельствам. Так вот, доля людей уже, ну, все-таки приближается к половине хотя бы, да. Почему? 20-й год, я думаю, что многим показал, что может быть все, что угодно. Поэтому я думаю, что люди, которые осознанно начинают относиться к своим сбережениям, да, то есть вот это в целом сберегательное поведение граждан, доля их будет только расти. И вы как педагоги, ну, в целом мы, да, как педагоги будем этому способствовать. То есть вот именно обучение финансовой грамотности в конечном итоге на мой субъективный, да, я здесь подчеркну, что мой субъективный взгляд должно привести не просто к охвату всех учеников, там, школ, дошкольных учреждений, просто просвещением финансовым, а именно с годами формирования именно осознанного поведения. И в итоге это к чему должно привести? К тому, что у нас сократятся доли просроченных кредитов, а Россия сейчас, ну, скажем так, много миллиардная величина, много миллиардов, это просроченных кредитов, очень много дел, вы сами знаете, и новости смотрите, и статистику, я думаю, что читаете, это дела у службы судебных приставов, то есть по возврату этих как раз-таки задолженностей. Вот чтобы избегать этих ситуаций, нужно все-таки осознанное финансовое поведение, осознанные финансовые решения. Ну и перейдем к разделу именно финансовой грамотности в образовательном процессе, то есть говоря о том, что стратегия финансовой грамотности направлена на то, чтобы внедрить финансовую грамотность во все уровни образования, пока в образовательных стандартах у нас произошел сдвиг. Это в высшем образовании, у нас приняты еще не на всех направлениях бакалавриата внедрена универсальная компетенция финансовой грамотности, но это как бы развитие идет. В школе мы уже знаем, что с 1 сентября 2022 года практически во все уровни школьного образования в различных дисциплинах в обязательном порядке включены разделы финансовой грамотности. Что касается дошкольных учреждений, в нашем стандарте, которые действуют в дошкольных учреждениях, в ГОС, мы не видим в прямом таком упоминании, прямого упоминания о финансовой грамотности, но Минпросвещение разработало методические рекомендации по финансовой грамотности для педагогических работников дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников. Мы сейчас немножко подробно на этом остановимся. Также на что вы можете ориентироваться? В каждом регионе есть институты развития образования, региональные институты развития образования, так называемые ИРО, сокращенные, ну, например, в Ставропольском крае это СКИРО. И я привожу здесь пример, ссылочку на методические рекомендации, которые сдают эти региональные институты образования для педагогических работников. Здесь включается, что дошкольное образование, школьное образование и среднепрофессиональное образование, обычно эти методы рекомендации. Поэтому можете искать в разделах методической деятельности ваших институтов развития образования в вашем регионе. Кроме этого, ну, для дошкольных организаций вот такого отдельного методического центра по финансовой грамотности нет, но Банк России курирует деятельность, также совместно с Министерством просвещения, курирует деятельность образовательных организаций, созданных на сайте Банка России, его проекта «Финансовая культура». Есть даже раздел для педагогов, и в этом разделе есть список опорных организаций различных уровней образования, которые курирует Банк России. И часто на сайте Банка России и вот на его портале «Финансовая культура» вывешиваются в новостях, следите, в разделе для педагогических работников вывешиваются анонсы вебинаров, которые проводятся коллегами из различных образовательных учреждений, я имею в виду дошкольных образовательных учреждений, потому что финансовая грамотность в дошкольных образовательных учреждениях и в школах, она еще с начала, там, середины 2000-х годов, то есть 2005, 2006, 2007, 2009 год, и особенно получила развитие именно с 2011 года, когда был проект, который поддерживался грантами по развитию различных программ в образовательных учреждениях. Сейчас этот проект завершен, но в рамках различных организаций, то есть Банка России, Ассоциации развития финансовой грамотности, Минфина, я думаю, что будут еще проекты, которые будут поддерживаться грантами, они и сейчас есть, ну, об этом в отдельном вебинаре, да, то есть, где мы можем, куда мы можем подать наши проекты, чтобы получить финансирование, ну, выиграть или выиграть грант. И на что обратить внимание, что разработана еще отдельно Банком России, это примерно парциальная программа, я думаю, многие дошкольные организации ее используют, здесь прямо кроме самой программы есть и методические рекомендации, раздаточные материалы, красочные достаточно, я думаю, что многие могут ей пользоваться и уже пользуются. Вернемся к метод-рекомендациям, то есть, на что ориентируется педагог дошкольного образования. Педагог дошкольного образования вот в этих метод-рекомендациях ориентируется на перечень базовых финансово-экономических понятий, которые разбиты для дошкольников на две группы, это дошкольники 5-6 лет и 6-7 лет, ну то есть подготовительная и старшая группа, если мы говорим о дошкольниках. Обратите внимание на основные понятия. Если посмотреть, ну вы в презентации, я думаю, внимательно посмотрите, и если вы откроете сами методические рекомендации по ссылкам, которые даны в презентации, то у вас как раз-таки отразится там метод-рекомендации, я просто рекомендую вот не просто посмотреть на перечень базовых и структуру программы, а изучить ссылки, потому что метод-рекомендации достаточно большой труд, там обзор всех программ, которые внедрены уже и которые опробированы в различных дошкольных учреждениях. Например, да, это программа экономика кота Белобока, есть программа на азбуке финансовой грамотности, есть очень-очень много других интересных программ. И когда мы говорим о методическом подходе, то я всегда ориентирую педагогов, которые обращаются за консультациями. Вот в моем проекте это можно сделать в группе ВКонтакте, там есть у нас виджет, через который можно записаться на консультацию. Когда мы говорим о методическом подходе, то всегда ориентируйтесь на результаты. Результат плюс возраст ребенка. Вот возрастные рамки расписаны примерно в метод-рекомендациях. Для школьников сейчас мы отдельно об этом поговорим. Когда вы подходите к формированию или включению в свою программу каких-то занятий по финансовой грамотности, всегда задавайте вопрос, то есть чему я буду обучать и зачем я буду этому обучать. То есть и дальше уже подходит ли это для этого возраста. Потому что понятия, основные понятия, мы в принципе можем разбить все экономические понятия, которым мы обучаем детей в любом возрасте. Это основы, это деньги, это труд, это потребности людей, и это умение планировать наши потребности, то есть оставлять бюджет. Ну, а здесь уже дальше, если мы раздвигаем эти рамки, то, конечно, в рамках планирования мы уже затрагиваем и темы, если вы обратите внимание на эти базовые финансовые и экономические понятия, то темы нравственности мы тоже затрагиваем. И, кстати, сейчас дошкольные педагоги могут частично включать свои занятия в какую программу, не только в образовательную программу, но и в воспитательную программу, потому что воспитательная программа тоже достаточно широко рассматривает личность ребенка, то есть развитие личности ребенка. Поэтому здесь, я думаю, что можно в разных направлениях, но когда вы поняли, чему вы будете обучать и зачем, вы уже подбираете различные методы обучения детей, финансовой грамотности, ну или технологии, да, или педагогические технологии. Ну, как бы, если выделить вот основное такое направление, то у ребенка должно создаться, это у дошкольника, такие основы, что сначала труд, да, в результате труда у нас возникают продукты, ну, услуги, товары, услуги, и за то, что человек трудится и создает эти продукты, товары, услуги, он получает деньги. Я думаю, что для дошкольников это, ну, такие основные понятия, плюс моральные качества, жадность, бедность и долг, что тоже с точки зрения морального качества, что долг – это нехорошо, да, то есть в крайнем случае мы пользуемся кредитами для чего? Для удовлетворения своих базовых потребностей, то есть, ну, основное, ну, я как человек, да, и гражданин, вот основное, на что я могла бы, вот, взять кредит, ориентируем, да, детей, своего ребенка я тоже ориентирую, это, ну, на каких, на удовлетворение базовых потребностей, если это в долгосроке, мы знаем, что у нас есть ипотечные программы, и вот, ну, ипотечное жилье, это базовая потребность человека, жилье, да, если человеку не хватает каких-то, ну, таких первичных на еду, лечения, обучения, то возвращаемся к чему? К тому, что мы, в принципе, да, на какой-то краткосрочный срок мы можем взять кредит, но это не есть хорошо, потому что кредит всегда нужно отдавать, и кредит стоит дорого, как бы нам ни говорили о том, что кредит, банки не расхваливали свои кредитные продукты и не говорили, что это очень удобно, да, это очень удобно, но если уметь грамотно пользоваться, если действительно нам этот кредит нужен, то есть наша статистика говорит об обратном, что люди берут кредиты, особенно потребительские, не всегда вникая именно в свои базовые потребности, не всегда задавая себе вопрос, а нужен ли нам этот кредит, вот на этом я бы на любом уровне образования все-таки заостряла внимание, чтобы человек всегда спрашивал себя, зачем мне этот кредит, и когда он достигает уже зрелого возраста, мог всегда побеждать свои вот эти психологические порывы, что сейчас я вот побегу, возьму кредит, куплю себе вот это, это и это, а потом уже как-нибудь я его отдам, то есть это неграмотное поведение, и вообще вот внедрение основ финансовой грамотности в программу образовательную, призывает нас, педагогов, прежде всего требовательно относиться к себе, к своему финансовому поведению, ну как и родители, да, то есть основы финансовой грамотности закладываются в семье, но я думаю, что здесь и обратный процесс, то есть если дети будут обучаться основам такого осознанного финансового поведения, начиная с детского сада, то я думаю, что это передается и на семьи, и семьи тоже будут подтягивать свое финансовое образование. А сейчас статистика, да, то есть на сайте Банка России по оценке, третьему этапу оценки финансовой грамотности, мы можем найти информацию о том, что было проведено исследование российским технологическим университетам именно о финансовой грамотности в образовательном процессе и посмотрите именно дошкольные образовательные учреждения по каким направлениям именно технологий, да, педагогических включают основы финансовой грамотности. Это прежде всего, да, любители, я всегда смотрю по вебинарам, по слушателям, это сказки как основа финансовой грамотности, это различные сюжетно-ролевые игры или театральные, да, постановки, это дидактические игры, разрабатываемые воспитателями, различные тематические занятия, экскурсии, ну, к сожалению, в пандемию чуть-чуть у нас экскурсионная деятельность снизилась, но тем не менее, я думаю, что в каждой программе есть сейчас у педагогов именно дошкольного образования тоже мультимедийные различные активности, и я думаю, что экскурсии в банки и музеи можно тоже онлайн кратко, там, минут на пять по нормативам, чтобы нормативы не нарушать, можно в свои занятия иногда включать вот такие онлайн-экскурсии, тем более, допустим, есть сейчас музей денег, можно попутешествовать, музей денег именно при АО «Гознаки», который занимается созданием денег в нашей стране по распоряжению Банка России, а также есть на сайте Банка России интересные экскурсии по истории денег, есть интересные видеоэкскурсии, ролики и так далее, я думаю, что здесь материала очень сейчас много накопилось, его можно использовать в своей деятельности, ну, естественно, проводить интерактивные различные занятия, может быть, готовить какие-то презентации, какие-то там викторины, очень востребованы квесты различные, даже для маленьких школьников, ну, например, такие идеи, как найти клад, да, и ища клад, мы создаем такой квест по станциям различным, ну, естественно, зачем мы этот клад ищем, то есть, естественно, педагог сначала сам создает это занятие, то есть создает вот эту образовательную среду, можно по различным тематикам, и в процессе изучения этой темы по разным пунктам карты движутся, и дети находят клад, ну, не знаю, условно, что там разрешено, вот в детском саду нормативами, санпинами и так далее, ну, скажем так, там, клад, шоколадные конфеты и так далее, но в процессе, да, то есть ребенок, ему интересно, вот так построенный образовательный процесс, если в виде квеста, он узнает какие-то основы финансовой грамотности, можно такой квест создать уже после того, как вы провели какие-то занятия в рамках там вашей программы, и по итогам вообще изучения финансовой грамотности можно создать квест по, ну, как бы, квест-диагностику такой финансовой грамотности, станции диагностики, ну, например, что такое труд, какие профессии есть, что такое магазин, какие потребности есть у человека, разница между хочу и надо, то есть между первичными потребностями, например, в продуктах и, допустим, игрушками, ну, и так далее. То есть здесь развивать можно разные занятия по разным направлениям, и вот такой квест можно создать уже как диагностику того, что изучали дети в течение года. То есть здесь можно даже на территории садика, если это мы говорим о лете, уже ближе к лету, к концу учебного года провести такой познавательный квест поиск клада, ну, и так далее. То есть здесь уже зависит от того, как педагог владеет сам, во-первых, основами финансовой грамотности, и мы в конце сейчас вебинара поговорим, как вы можете их продиагностировать, себя по разным темам финансовой грамотности, и как он владеет методиками преподавания, да, и различными технологиями, ну, и КТ-компетенциями, да, то есть если мы создаем какие-то интерактивные занятия, используя различные мультимедийные технологии. По методическим направлениям, вот в конце занятия я еще ссылочки дам, по методическим направлениям для дошкольного образования, но еще раз приглашаю в свою группу, очень много материала вывешено в постах, поэтому приходите и изучайте эти материалы, а сам вебинар по методикам, по УМК, материалы вебинара, ну, я думаю, что вы скачиваете здесь, вот Татьяна Викторовна вам сейчас в чате подтвердит, что вы можете скачать презентацию вебинара, а запись вебинара расположена обычно на канале, YouTube-канале Директ Академии, все записи вебинаров есть. Итак, давайте кратко, у нас очень много сегодня еще школьных учителей в чате, в нашей аудитории, поэтому кратко по финансовой грамотности в школе, но мы уже сказали, что у нас принят в ГОС по уровням школьного образования, я думаю, что педагоги мне сейчас, учителя могут подтвердить, что многие школы уже давно внедрили финансовую грамотность в свои образовательные программы и подают даже статистические формы наблюдения. Вот здесь внизу я привела вам эту форму наблюдения, статистическую форму наблюдения по уровням образования. И, да, еще вот на один момент обратите внимание, сейчас секундочку, я говорила о программах исследования качества образования ПИЗа, так вот, у нас есть Центр оценки качества образования, на котором вывешены все результаты. Так, да, 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 добрый день, коллеги, все еще присоединяются, рада, что сегодня у нас такое активное, активное начало учебного года именно по финансовой грамотности. У нас следующий вебинар в октябре будет, тоже в 20-х числах, точно я сейчас не помню, в расписании. И там я как раз-таки хочу провести именно обзор уже учебно-методических комплексов, которые существуют на сегодняшний день. И Минпросвещение нам очень обещает разработать отдельный курс для педагогов, не просто, когда мы будем по федеральным методическим центрам ходить с разными курсами, а общий курс финансовой грамотности для всех учителей. Но будем надеяться, что в начале 2022 года такой курс все-таки будет. Да, Татьяна Викторовна, спасибо. Действительно, все презентации всех вебинаров в моих группах есть. Итак, обратите внимание, на что вы еще раз повторюсь по нормативным актам. То есть вы ориентируетесь на ВГОС, где прописаны уровни финансовой грамотности по отдельным предметам, они даже включены еще в старые ВГОСы. Есть методические рекомендации институтов развития образования, ИРО региональные. Есть Министерство просвещения, и Институт стратегии развития образования, который занимается Центром оценки качества. Есть федеральные методические центры. И в феврале этого года, в 2021 году, у нас уже на законодательном уровне утвержден перечень федеральных методических центров по финансовой грамотности. Мы в конце презентации, вы там их видите, весь этот перечень. А также есть утвержденные формы статистического наблюдения, которые сдают организации этой школы и организации среднего профессионального образования. На этом мы тоже сейчас остановимся. Итак, на что ориентируются школьные учителя? Ну, во-первых, у нас Минфином по стандартам Организации экономического развития и сотрудничества была разработана рамка базовых компетенций в области финансовой грамотности для взрослого населения и для учащихся школьного возраста от 15 лет. Вот ссылочки здесь, вы эту рамку найдете. Она, может быть, не так красиво там оформлена. Но основные предметные области и вообще финансовой грамотности и для школьников, и для взрослого населения они, в принципе, общие. Начиная от доходов и расходов и заканчивая общими знаниями финансовой арифметики. То есть, как просчитать сбережения, как рассчитать схему погашения кредитов и так далее. Инвестиции. То есть, вот эти все общие темы. И в рамках проекта вот национальной стратегии повышения финансовой грамотности проектом «Дружи с финансами». К сожалению, этот проект сейчас закрывается. Но я немножко расскажу, что этот проект, он не останавливается. Он перерос в другой проект, в портал «Мои финансы». Мы сейчас о нем тоже немножко поговорим. То есть, вот есть такая инфографика. Пока еще она доступна на портале «Дружи с финансами». Эта система, именно рамка финансовой компетентности для учащихся школьного возраста, вот ее можно скачать по этой ссылочке. Но она просто более красиво оформлена, хотя она полностью повторяет себя всю рамку, созданную Минфином. Что же делать младшим школьникам? По каким стандартам им обучаться? Потому что о них ничего не сказано. Но сейчас, если вы открываете в ГОСы, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года, то вы увидите, что для младших классов, для школьников первых-четвертых классов, то есть начальной школы, основы финансовой грамотности в двух основных предметах, если базовые предметы, то это что у нас? Окружающий мир и математика. То есть основные такие разделы. Но на что ориентироваться, обучая во вне классной работе школьников? То есть мы же не обязательно говорим о том, что мы только в базовых дисциплинах. Мы можем это во внеклассной работе, это может быть финансовый лагерь в школе, это может быть какой-то кружок по финансовой грамотности. Но основные темы, на что ориентируются обычно, это возраст опять-таки, первый-четвертый класс, это 8-11-12 лет. Мы говорим о чем? О том, что мы уже должны разбираться в основах доходов и расходов нашей семьи, как они планируются, что такое разумное потребление. То есть здесь даже уже речи не может быть о каких-то капризах и истериках, как это есть у детей 3-4-5 лет. Мы говорим о том, что школьники уже прекрасно разбираются в различных профессиях, как распределяются обязанности в семье. И вот здесь самый такой больной и большой вопрос, который задают и родители, и педагоги часто, это использование карманных денег. То есть, как говоря уже о первых-четвертых классах, мы говорим о детях, у которых появляются карманные деньги. Раз у них появляются карманные деньги, значит, они уже обязаны просто уметь планировать. Естественно, в самом начале можно все спускать на пирожные, не знаю, и пиццы в школьном буфете, но в итоге, если у детей есть опыт карманных денег не один месяц, а несколько лет, то в итоге суть вот этого обучения через карманные деньги сводится к тому, что ребенок начинает планировать свои доходы и расходы, то есть он пытается узнать все свои приходы денег, из каких источников они поступают, и учится уже сберегать. А дальше, дальше интересно уже зарабатывать эти деньги, то есть как можно заработать эти деньги детям уже к 12 годам, это просто интерес возникает. И как приумножить эти деньги, то есть уже начинают изучать инвестиции. Хотя инвестировать и открывать счета, помните, со скольки лет дети могут принимать, ну вот по, если брать стандарты вообще мировые, то есть множество исследований, то принимать решения финансовые, первые финансовые решения ребенок может уже с 6 лет. И с 6 лет, в принципе, у нас в банках сейчас тоже можно открыть карточку, банковскую карточку детям, на которую можно перечислять деньги, но до 14 лет эта карта будет привязана к счету родителей. Я думаю, что многие об этом знают. А уже начиная с 14 лет, школьники могут, дети, которые получили паспорт, могут самостоятельно открывать счета, но счета имеются в виду дебетовые карты. Кредитные карты и вообще кредиты, это разговор после 18 лет. Это уже за рамками даже школьного обучения, это уже обучение именно студентов. Так вот, когда мы говорим о первых-четвертых классах, обязательно, как только появляются деньги, у нас есть основы финансовой безопасности. Что это такое? Ну, так называемая кибербезопасность, то есть как безопасно обращаться с финансовой информацией, со своими там пин-кодами, паролями, отличных кабинетов и так далее. То есть вот я думаю, что этот обязательный раздел должен быть в рамках, пусть это будет кружок или вне классный час, или классный час, который проводит классный руководитель, но обязательно вот эти основы должны быть. И подтверждая мои слова, я вам здесь просто один скрин делаю, не буду долго, потому что этот документ вы можете скачать. Вот в той форме статистических данных, утвержденной Минпросвещением и Банком России, школы сдают информацию, начиная с начального образования, вот по таким графам. То есть посмотрите, что мы можем изучать финансовую грамотность в виде отдельного курса или дисциплины и в интеграции с другими предметами, либо во внеурочной деятельности. То есть вот по такой форме. И немножко статистики из исследования Российского технологического университета. Посмотрите здесь по всем уровням образования. Беря эту статистику, которую сдают школы, можно проследить уже о том, что практически, вы видите, практически больше 60, а даже и 70 процентов уже даже в начальной школе у нас идет изучение финансовой грамотности, но в интеграции либо с другими предметами, какими-то частями, либо идет внеурочная деятельность. А в рамках отдельных предметов, конечно, только вот почти 9 процентов в начальной школе и уже порядка 20-25 процентов в основном и в среднем общем образовании. То есть школы тоже внедряют, либо это идет отдельный курс. Обратите внимание, мы говорим об отдельном курсе за счет части учебного плана. То есть школы, имея возможность включить в вариативную часть учебного плана, вот о чем мы говорим, что в вариативной части. Ссылки все, коллеги, отвлекусь чуть-чуть на чаток, Оксана. Ссылки все, вот они все активные в презентации. Вы скачаете презентацию, ссылки все можете взять из презентации, они все эти ссылки активны. Вот здесь нужно, смотрите, когда вы разрабатываете общую программу, извините, коллеги, немножко отвлекусь на вопрос, потому что он как раз-таки в тему идет школьного. Так, Вера Александровна. Я думаю, что здесь в тематическом планировании вот тема из курса общества знания, я думаю, что, ну, может быть, название вы можете повторять, но уровень будет зависеть от того, для какого класса вы составляете свой тематический план, да, то есть для уровня, для какого возраста детей вы это составляете. Я думаю, что в чистом виде, вот из общества знания взять тему и включить ее, ну, в какой-то курс свой, потому что общество знания у нас изучается в более поздних классах, да, а вы, допустим, хотите в начальной школе. Ну, я думаю, что там тема есть потребности, вот она близка, но тогда вы должны ее переработать, ну, вот под этот возраст. Почему? Потому что в ГОС вам тоже этого сделать не позволят, вот со следующего года. В этом году, еще раз говорю, ну, кто во что гораст, но уже есть очень много учебно-методических комплексов, которыми обеспечены школы. Вот в этом исследовании, когда вы по ссылочке пройдете, вы увидите, да, обеспеченность, там есть табличка, не стала ее выносить, обеспеченность школ учебно-методическими комплексами. Школа самостоятельно выбирает, да, по какой программе она может реализовать финансовую грамотность. Есть очень хорошие комплексы, разработанные для отдельных классов, начиная с первого класса. Сейчас мы пойдем, давайте дальше, и там я вам потом расскажу, куда можно пройти, где посмотреть эти программы. Итак, вот если, ну, в целом, как бы в общем подвести итог именно о том, как проектировать финансовую грамотность и как ее включать в образовательный процесс, в целом, пока нету, ну, вот не в отдельные предметы, а когда мы говорим о том, что вы хотите включить или разработать вообще какой-то свой курс в школе, вне классный какой-то курс, либо факультатив, либо кружок, то, ну, нужно, да, чтобы проанализировать вообще свои компетенции, проанализировать свои ресурсы, что вы сможете, чему вы можете обучить и какие ресурсы у вас есть. В той же образовательной организации мы не всегда знаем, да, например, поэтому лучше, ну, в библиотеках работать совместно с библиотеками, я думаю, что, ну, и с учебной частью, я думаю, что есть заявки на потребности в каких-то ОМК, и это тоже можно обосновывать и делать заявку. А можно подключаться к уже готовым методикам. Сейчас очень много программ, тоже в конце немножко скажу, но этому будет посвящен следующий вебинар в октябре. Приходите именно учебно-методическим комплексом, на что ориентироваться и что можно использовать. Но вот моя рекомендация все-таки проанализировать сначала, да, то есть и свои компетенции, и ресурсы. Дальше всегда работаем на результат, да, то есть вы должны четко представлять, чего вы хотите достигнуть вот этой вашей программой. Это то, о чем мы говорим, цели. Какие цели? И потом уже по цели мы выбираем методы и технологии обучения. Ну и прежде всего, раз мы говорим о том, что мы обучаем детей, ведь нам, даже нам, взрослым, нравится интересно обучаться, то что уже говорить о детях? Когда мы говорим о том, что мы обучаем детей, мы должны, естественно, ну создавать такую образовательную среду, в которой будет интересно, это будет развивающая образовательная среда. И выбор методов, как обучать, уже вот на личной как бы инициативе педагога. Можно разработать свои программы и игры, можно использовать уже имеющиеся, которые в свободном доступе. Ну, какую тенденцию я сейчас замечаю? А в связи с тем, что у нас, ну, завершился вот такой огромный проект в прошлом году, содействие повышению финансовой грамотности, в рамках которого было очень много различных грантов и программ. И, например, вот при Минфине был фонд хороших идей. Вот эти все программы сейчас, конечно, закрылись, ну вот в прошлом году. Но начинают развиваться новые программы, начинают новые гранты, новые конкурсы. Но многие программы, те, о которых я говорила в прошлых вебинарах, то программы мы говорим о чем? О том, что, ну, как бы педагоги бесплатно, вы тоже не хотите бесплатно работать, поэтому многие программы, те же, допустим, образовательные проекты, ПАК и так далее, начинают уже свои программы переводить в платную версию. Хотя еще очень много бесплатных ресурсов, грамотно построенных, да, и их курирует Минфин, Банк России. Но есть и появляются ежемесячно, да, появляется очень много интересных платных методик, которые можно просто уже готовые методики брать и использовать. Об этом мы поговорим с вами на следующем вебинаре. О какой методичке вы говорите? Вот все сейчас, сегодня, все ссылки, которые есть в моей презентации, они бесплатные. И методичка Минфина тоже бесплатна. Свою методичку, к сожалению, еще пока не разработала, потому что, ну, вот, я знаю, что многие педагоги ждут курса. Ну, оправдаю, попытаюсь оправдать ваши надежды, но, скорее всего, это не раньше начала, вот, вообще, следующего года, не учебного, а просто следующего года, это январь-февраль, вот, ну, раньше физически не смогу, я сейчас участвую методологом в большом образовательном проекте, называется «Финграмм». Ну, вот, все силы, вот, как раз-таки, пока там. Я не могу себе позволить подвести проект, потому что как раз-таки проект охватывает, вот, «Финграмм». Пару слов, раз уж вы затронули об оплате в чате, то пару слов о том, что проект «Финграмм» — это оплатная методика, и она сейчас объединяет, ну, как бы, и педагогов, и детей, обучение детей финансовой грамотности от 6-15 лет, там очень интересная методика. Ну, подробнее я расскажу вообще обо всех УМК, которые есть. Давайте в следующем вебинаре, сейчас время уже заканчивается, к сожалению. Итак, смотрите, ну, это такой мой субъективный подход к проектированию основ финансовой грамотности. То есть, в зависимости от того, какие методы вы выбрали, да, вы оцениваете, достигли ли вы ваших целей, вот, которые вы ставили во втором пункте, вашей программой обучения, вашими технологиями обучения. Если не достигли, то, естественно, возвращаемся к чему? К пересматриванию используемых методов. Еще не совсем закончила, да? То есть, когда мы говорим, как провести диагностику учителю, но пока вот эти тесты, здесь ссылочки все рабочие по разным темам, я разбивала, они доступны. То есть, вы можете протестировать себя, как учителя, по вот этому направлению. Больше относится, конечно, этот тест к учителям школьным, среднему профессиональному образованию. Ну, я думаю, что любой взрослый может себя протестировать по этому направлению. И основные проекты, которые сегодня работают, да, которые еще в бесплатном таком направлении, то есть, это занимаются финансовым просвещением. Это проект Банка России, портал «Финансовая культура». Обратите внимание, там, внутри этого портала, есть раздел «Педагогам». Раздел «Предподавательская» он называется. Вот сейчас я вернулась. «Предподавательская». В этом разделе для всех уровней образования есть ссылочки. Для школьников шестых-одиннадцатых классов есть такой проект Банка России. Это онлайн-лекции специалистов, экспертов Банка России «Дни финансовой грамотности». У нас работает ассоциация развития финансовой грамотности, где вы можете подключиться, как волонтеры финансовой грамотности, а можете подать свои проекты финансовой грамотности на акселерацию и на получение какой-то помощи, поддержки и, возможно, даже финансирования. Открылся новый, вот анонсирован, да, вот этот портал «Ваши финансы», на который я всегда давала ссылку в прошлых всех вебинарах, он сейчас переродился в такой проект, как «Мои финансы». Очень интересный проект, если вы, ну, заходите в наши группы, там все анонсы есть. И у нас есть образовательные проекты ПАК, отдельный, глобальный такой проект. Очень много различной методической информации. Ну, вот, к сожалению, не успела ссылочки сюда вставить, но в следующем приходите в группу, там все эти ссылки есть на все эти проекты. И у нас есть федеральные методические центры, которые, в принципе, до этого тоже работали, но сейчас они утверждены на законодательном уровне. Так вот, обратите внимание, что университеты, то есть все организации высшего образования, курируются федеральным методическим центром Московского государственного университета имени Ломоносова. Есть программы повышения квалификации именно для педагогов университетов. К сожалению, я так и не поняла, есть у нас сегодня педагоги из университетов или нет. Но, как бы, вот, можете через поисковик, ссылки тоже, к сожалению, сегодня не присоединила, но исправлю и презентацию со ссылками немножко доработаю в группе в своей вывешу. Для тех, кто придет в группу, ну, будет бонусом, да, только немножко позже сегодня это сделаю. Дальше. Для всех уровней образования, школьного, среднего профессионального образования, инклюзивного образования, у нас очень много, большой, огромный банк методических материалов. Это федеральный центр высшей школы экономики, то есть Национальный исследовательский университет высшей школы экономики. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации курирует именно, ну, больше направляет именно, кроме педагогов, еще и просто готовит консультантов, финансовых консультантов для финансового просвещения именно взрослого населения. Ну, и Академия, Российская Академия Народного Хозяйства и Государственная Служба при Президенте Российской Федерации тоже у нее есть много программ, она работает с методическими центрами региональными и много программ повышения квалификации. И еще раз повторю, что Министерство просвещения очень обещает создать такой единый курс повышения квалификации школьных учителей для того, чтобы, ну, вот, как бы внедрять в ГОС с 1 сентября следующего года. Ну, вот обо всех УМК и ресурсах давайте поговорим на следующем вебинаре. Сегодня у нас уже время подходит к концу. Я всех благодарю за внимание и спасибо огромное. Есть ли у нас вопросы? Так, сейчас смотрю. Пакет слушателя, свидетельства. Ну, я думаю, Татьяна Викторовна вам уже ответила. Да, спасибо огромное. Вот Наталья Белова говорит о том, что в вопросе финансовой грамотности очень важна позиция семьи и родителей. Так, по работе с родителями, дошкольников. Дошкольникам не подойдет для работы с их родителями. Смотрите, по работе с дошкольниками есть, я не знаю, узнавайте в ваших учреждениях, есть такая группа Акцион Пресс, и у них есть очень хорошие журналы, они платные, конечно, журналы для воспитателей, по методической как раз-таки работы, и для руководителя дошкольного учреждения. И вот в одном из журналов, даже в нескольких там журналах, были очень хорошие методики анкетирования, во-первых, родителей. Но я повторюсь, что если и в школе хотят работать с родителями, и тем более в дошкольном учреждении, обязательно, да, я соглашусь с Натальей, эта позиция семьи очень важна, и лучше ее прояснить до того, как мы будем обучать детей. То есть согласие родителей, во-первых. То есть даже, смотрите, в ГОС, есть оговорка, в ГОС, который принят летом для школьного образования, может быть внедрен с 1 сентября этого года, 21-го, если получено согласие родителей. То есть родители здесь не оставляют за рамками. Почему? Ну потому что обучение детей финансовой грамотности, действительно, это в семье. И чтобы прояснить для себя позиции семьи, лучше, возможно, на собраниях подготовить такое анкетирование, ну чтобы оно было не в такой, не в жесткой форме, а просто в такой познавательной форме. То есть как ваша семья относится, допустим, к тому, что ребенок будет изучать основы финансовой грамотности в группе, что будут проводиться какие-то там познавательные мероприятия и так далее. Как в семье относится к финансам. Ну вот примеры этих анкет, их уже очень много. Давайте мы как бы вот этот вопрос можно вынести даже в отдельный такой вебинар, либо я в отдельный пост. У меня, кстати, в группе были посты весной именно на тему работы с родителями, дошкольниками. Там даже были приложены формы анкет, поэтому еще раз приглашаю в группу. И с родителями, да, еще раз говорю, отдельный вопрос. То есть можно провести вообще отдельное родительское собрание. И вот в этом журнале есть методика проведения этого собрания, есть кейсы для, ну как бы, как проводить это собрание и какие кейсы давать родителям по основам финансовой грамотности именно на этом собрании. Многие идут из-за этого позиции. Многие, вообще некоторые детские сады, если взять, я думаю, у нас есть еще минуток пять, изучая вот опыт работы дошкольных учреждений, видела такие формы работы с родителями, как совместные какие-то кружки детей и родителей по финансовой грамотности. Некоторые образовательные, скажем так, дошкольные образовательные учреждения это проводят. Некоторые, если брать коммерческие направления, то некоторые коммерческие направления проводят отдельно, допустим, курсы для детей и отдельно курсы для родителей. Все это можно как платно найти, так и бесплатных куча материалов и курсов для родителей. Ну, приходите в группу, изучайте. Так, еще, если будут вопросы, вы можете мне прямо в группе через виджет, допустим, ВКонтакте задать. Я сейчас хочу вернуться в чат и сбросить ссылочки на свой проект. Вижу, даже уже некоторые стали присоединяться. Очень рада, что у нас сообщество наше растет. И я, ну, такой как бы он у меня просветительский проект. Сейчас пытаюсь вставить в чат. Вот это наша группа ВКонтакте, а это наш проект в Фейсбуке, кому как удобно. Ну, Инстаграм пока я отложила, да, освоение Инстаграма, потому что там есть свои особенности. Введение Инстаграма и введение Телеграм-каналов тоже есть свои особенности. Коллеги, благодарю вас еще раз за внимание. Рада была с вами пообщаться. Все вопросы можете готовить заранее. Если на чьи-то вопросы не ответила, приходите в группу «Пообщаемся». Присоединяйтесь к группам в социальных сетях. Всем финансового благополучия. Ну и, конечно, здоровья, успешного учебного года. И рада буду вас видеть на следующих наших вебинарах.